Второе отделение. Значит так, господа, маленькое объявление. Маленькое объявление следующее. Полина. Я. А, ты же, тише. Так. Я. Значит, давайте по традиции этого дома. Во втором отделении в некоторый момент, значит, всем тем людям, которые хочется вам сказать, как-то когда мы делали с Кимом совместный концерт. Короче говоря, каждый желающий запавшийся гитарой, который возьмет гитару у кого-то из тех, кто запавшийся гитарой, будет предоставлена возможность вот тоже здесь выступить. Но сначала все-таки, Юрий Чарасанович. Да, дело в том, что единственное, что я могу, не смогу позволить воспользоваться моей гитарой. Не потому, что я над ней трясусь. Я сколько раз пользовался чужими гитарами, но дело в том, что она настроена даже не очень, значит, как семистрюнка, и даже как семистрюнка с некоторым перекосом, потому что четвертая струна вообще неизвестна как настроена. Она настроена так, только у нее пичит. Поэтому, вот, а так, значит, мы договоримся так. Я спою небольшую серию вначале, потом выступит наш московский гость и мой друг Вадим Семенович Жук, и затем те желающие, которые захотят попеть по гитару сами по себе. И закончу я тем, что пришло вместе с этими листами неожиданно очень много. Значит, надо использовать эту практику, пускать лист для заявок по рядам, потому что тут программа до следующего утра. Понятное дело, что я выберу оттуда то, что мне особенно нравится, и спою. Остальные припосуды от следующей нашей встречи. А сейчас я спою три песни из своей пьесы. Пьеса для меня была очень, как вы это вам сказали, ну, важной, значительной. Она была посвящена очень актуальной теме «Защита мира». И я сочнил туда около десяти зонтов. Более того, вышло так, что я, наверное, сыграл главную роль в первых 30 премьерных спектаклях. Пьеса называется «Ной и его сыновья». Но мной в данном случае был, то есть в этой песне, но и не библейский герой, а генеральный секретарь Объединенных Наций, который все время волнуется, как бы защитить человечество от его самоубийственного стремления к ядерной войне и к ядерной войне вообще. И вот несколько песен из этого действа. А да, в двух словах, почему я сыграл там главную роль. Не потому, что это планировалось с самого начала. Не капсулей, я и знать, и думать не думал, что мне придется играть в своей же пьесе первые 30 премьерных спектаклей. Так, репетировал роль главного, роль Моя, генерального секретаря Объединенных Наций, великий актер Сергей Шакуров. Как он репетировал, когда я был на репетиции, посмотрел, как он это делает, хотя он еще читал роль по бумажке и так далее, и так далее, все равно это было мощно. И мой текст звучал не хуже Шекспировского, его исполнения, как он это делал. Но он не поспевал выучить роль, а спектакль надо было сдавать, иначе летели все финансовые планы, актеры могли лишиться премии и так далее, и так далее. И Шакуров не поспевал это выучить. Оставалось до сдачи, тогда была такая процедура сдачи начальству, до сдачи оставалась неделя, как он явился в театр, с костылями. С костылями торжество всем протягивало свою загипсованную ногу, и я не смогу сдавать, участвовать дальше в этом действии. Все планы летят, все схватились за голову. Кто может заявить Шакурова? Шакурова взумеет только автор пьесы, который, слава богу, знал наизусть всю шакуровскую роль. И под меня быстро подогнали его костюм. Я стал ходить очень строго и величественно перед зеркалом, вертелся так, как никогда больше ни до, ни после жизни. Вертелся до величественного вида и вышел на сцену. И я вышел на сцену и отыграл первые 30 премьерных спектаклей. Вот, собственно, настолько вошел в роль, что мне показалось, что я играю не хуже актеров, всех остальных. Где-то посередине на 15-м спектакле в Антракте ко мне прибежали две актрисы, Екатерина Васильева и Алла Петровская. И сказали, Юлик, ты так хорош на сцене, ты такой непрофессиональный. Ты такой непрофессиональный. Я говорю, как? А я тоже себе, как непрофессиональный. Смотрите, как я держу паузу. Они говорят, ты отвратительно держишь паузу. Но все остальное у тебя так непрофессиональный. Мы про все про них знаем, а про тебя ничего предсказать не можем. Поэтому на тебя смотреть одно удовольствие. Такой сомнительный конфликт от двух мастериц этого дела. Очень мне было, конечно, приятно. Итак, нет подробностей сюжета рассказа, не буду. В общем, первая песня – это марш всех вооруженных сил, всех времен и народов во всей человеческой истории. Я это сочинял, оглядываясь на творчество Киблинга и Высоцкого одновременно. Вы это почувствуете легко. А мы идем день-ночь. Мы идем ночь-день. Мы идем злой снег. Мы идем для кого-то грех. Мы идем для кого-то смех. Мы идем для кого-то смерть. Для кого-то смерть. Мы идем день-ночь. Мы идем до свидания, родной край. Мы шагаем прямо в рай. Ты не жди, не жди, не жди меня, родная. Я любил тебя, я любил тебя, я любил тебя, прощай. Одиннадцать солдат пошли купаться в море. Одиннадцать солдат забыли, обороли. Патруль был строг. Слегка нажал курок. И вот вам результат. Семь раз, а семь раз солдат. Семь раз, а семь раз солдат. Семь раз, а семь раз солдат. Полковнику попали из двоих. Он расстрелял, а третий сам не встал. И вот вам результат. Четверо, а семь. Четверо солдат направились к гварделю. Четверо солдат отпробыли кителю. Но бледный спирайет. Загнал их в азарет. И вот вам результат. Семь раз, а семь раз солдат. Геройски погиб весь отряд. На спина я родной край. Мы шагаем прямо в рай. Ты не жди, не жди, не жди меня, родная. Я любил тебя, я любил тебя, я любил тебя. Прощай!